Андрей, вот сейчас с Русланом общались. Вы вот тем парням, которые были вызваны в сборную, уже успели что-то сказать, как-то принять в новой команде, напутствие, может быть, дать? Да, особо прям нет. Так бы сказали, что нужно все вместе ходим в столовую, выходим. Ну, такие мелочи, а в плане футбольном пока нет еще. Например, сочевому что, пиццу до тренировки не едим? Ну, я думаю, ему объясняют, что ему пиццу вообще лучше теперь не есть. Я думаю, у нас сегодня приветствие было, что помню, с яблоками. Я думаю, я уже понял. Как находить мотивацию против Таджикистана, Узбекистана или нет в этом проблемы? Ну, как если ты играешь в сборную России, уже какая у тебя по-любому будет мотивация стопроцентная. Ты честь сборной защищаешь, можно так сказать. И всегда мотивация стопроцентная. Конечно, с Киргизией у нас немного мотивация была хорошая, но игра не сложилась. Надеюсь, вот сейчас сделаем работу над ошибками, проведем анализ, чтобы было не так. Но, опять же, это, я думаю, много сказывается в том, что много новичков и сейчас, и на том сборе было. Вот, и вот с этим, я думаю, тоже было много проблем. Нет такой, знаете, усталости. Все-таки РПЛ закончилась, уже, в принципе, год заканчивается. Там два кубковых матча осталось. Чемпионат мира, который наверняка хочется посмотреть. Вроде бы, как бы хочется отдохнуть уже, а не играть. Нет, последние, когда всегда, конец сезона, уже смотришь, когда там опцию поближе, конечно. Но сейчас нет, и все официальные матчи у нас на кубок остались, более у нас в клубе не лучшее положение турнирное сейчас. Вот, нам очень важно сейчас выигрывать, и поэтому нет, пока еще чемоданового соревнования такого нет. Вы играете в день открытия Чемпионата мира. Вообще будете следить за Модиалем? За кого будете болеть? Сколько матчей планируете посмотреть? Ну, сколько планирую, не знаю, там по времени, как, не знаю, сколько у них начинается. Так всегда, конечно, слежу за Чемпионатом мира, Европой всегда. Ну, наверное, за Бразилию буду болеть. В детстве всегда нравилась Бразилия. Вот футбол такой красивый, наверное, Бразилия. Вот если бы сборная все-таки, ну, как бы, представим так, что она бы уехала в Катар и играла бы там, с кем бы вы бы хотели сыграть, кроме Бразилии? Ну, наверное, в групповом тапе с кем полегче, наверное, было бы. Чтобы полегче было пройти, вот, а потом уже, ну, как жеребьевка. Ну, всегда интересно с сильными сборными играть. Ну, когда там с кровати даже играешь, приятно. Когда в европейских чемпионатах, когда мы лично чемпионов выступали, конечно, приятно, когда с собой там Наполе Модрич играет. Конечно, это круто и классно. Сбор перед, здравствуйте, перед азиатским турне. Какое у вас настроение? Вы очень спешили после победы на Торпедо, куда-то остановились, сказав несколько слов, а не буквально на вес золота. Что сейчас? Какое у вас настроение? Какие ощущения перед азиатским турне? Да, нормально, хорошее настроение. В сборную приятно всегда приезжать, когда тебя вызывают. Ну, мы же понимаем, какая ситуация. Всегда приятно. Раньше была одна игра, сейчас две уже. Делаем шаги вперед. Вот, поэтому нормально. Будем выигрывать. Стараться, по крайней мере. Мы всегда задаем эти вопросы, что вы знаете о сопернике и прочее. Я по-другому поставлю вопрос. Вы изучали вообще что-то? Сами, может быть, посмотрели по составу, по трансфер-маркету? Или ваши знания о Таджикистане и Узбекистане ограничиваются тем, что Шамуродов играет в серии А? Да, Шамуродова знаю, Таджикистан. По-моему, они список вывели, когда вот наш, российский состав их, но особо там никого не знаю, к сожалению. Но будем знакомиться, узнавая о сопернике больше. Конечно, нет, ничего не знаю. Играли в Киргизии. Сейчас играем в Таджикистане, в Таджикистане. Мы прям так можно сказать, что прямыми шагами идем к АПК и к Азии. Ты вообще как к этому относишься? Да, ну, наверное, надо все понять. От ситуации все зависит. Я думаю, нормально. Лучше играть официальные матчи в азиатской лиге уже, чем если мы будем товарищески просто так собираться. Конечно, это игры, но товарищеские игры. Я, конечно, наверное, был бы за, чтобы официально мы уже так выступали. Ну, пока там. И вот все ситуации, сами все понимаете. И клубам было тоже нужно или нет? Или клубы могут оставаться другими? Тяжелый вопрос. Не знаю. Тяжело ответить. Конечно, в плане клуба тебе приятнее играть ли чемпионов в лиге Европы. Но тяжело, тяжело. Я не могу на самом деле ответить на этот вопрос. Ты сказал о том, что официальные матчи, приятнее играть официальные матчи. Как раз вот эта игра, она пойдет в рейтинг FIFA, будет 6 замен и так далее. Это как-то влияет или это абсолютно не важно? Ну, потому что с Киргизией, например, там можно было делать бесконечное количество замены, а чеки не шли в зачет. Да не сказал бы, что это какая-то огромная разница. В любом случае, мы с Киргизией играли на победу и сейчас будем стараться. Все равно мы защищаем в честь сборной. Вот. Поэтому для меня особой разницы нет, что это в зачет, не в зачет. Есть товарищеская игра или официальная. Все равно все играют на 100%. Главная звезда Владимир Сычевой, пока что, РПЛ. Очень яркий футболист, очень много в социальных сетях. В соцсетях. В соцсетях, да. Очень много о нем публикаций. Вот уже как-то его поставили здесь на место или наоборот поддерживаете? Честно, я его сегодня только утром встретил в конференц-зале, когда у него собрание было. Вот. Даже его толком не видел, потому что там могли уехать сегодня. Утром собрались. Вот. И я с ним, ну, толком еще даже не видел. И за столом, и за столовой, я так понимаю, на отдельный. За ядерным столом сидит. Поэтому еще не познакомился, не знаю. Но то, что он такой запустил в интернете флешмоб, можно сказать, не знаю. Вот. Это, конечно, круто, прикольно, когда такое появляется что-то. Есть обсуждение. Молодец. Это, я думаю, для медийности очень хорошо. У него отдельный стол? Спицы, да, расставленные. Не, нет. Просто у нас три стола. Вот. Мы за разными. Есть ли какой-то там ритуал, какая-то традиция? Что должны делать новички в сборной, чтобы как-то там проставиться, закрепиться в составе? Ну, выдерживаешь шутки только от главного тренера. Так нет особо прям, чтобы там пели, как я видел в столовах, там тоже всякие футболисты разные. Вот. У нас нет такого. Как над тобой шутил Карпа, когда ты первый раз? Ну, он меня всегда жаробачка называет. Но у меня вроде сейчас весом более-менее нормально. И было. Вот. У меня вот это прилипло ко мне. А почему жаробачка? Ну, там же, когда в первый раз в сборную приехал, там чуть-чуть парасенжира был великоват. Но потом исправился. Это когда он поднял майк и попросил пресс? Ну, это уже после. Самый-самый. Первый сбор, когда Кипр в Хорватии играли. Ага. Как это была реакция? Да ничего, нормально. Ну, просто потом объяснил, что нужно делать и чтобы такого не было. Да ничего, нормально. Все знают, что у нас все хорошо с фимором у тренера. Кажется. Не так много времени на подготовку. Раньше, если одна была игра на неделю, то теперь получается сразу после тура приезжаете. Сейчас вот одна, потом завтра уже выезд. И впереди две игры за сборную. Как-то мало времени именно такой на подготовительный. Мне кажется, всегда так было. Дня четыре готовились где-то. И даже на отборы всякие. Лига наций, мне кажется, примерно все так и было. Ну, может, там плюс-минус день-два. Вот. Поэтому нет. Чемпионат мира вообще начнут играть. Я вообще не вот это. Ну, когда увидел расписание. Вот сейчас тур заканчивается. Через неделю уже Чемпионат мира. Как они будут готовиться, для меня вот это очень странно, конечно. Дослышно ли у вас авторитета, чтобы, может быть, Валерию Георгиевичу тоже что-то ваткнуть в ответ? А он нормально к ответным шуткам, конечно. Ну, что вы сказали ему? Нет, ну, пока еще не говорю, но заготовку заготавливаю его тихонько. Ну, то есть что-то в ответ мы можем отлично слышать, что он тощий главный тренер. Можно. Кто может из игроков сказать Карпину? Да каждый, каждый может. Конечно, новички, думаю, молодые ребята пока не будут. А когда они поймут, что тут такая семейная атмосфера, приятельская, такая, можно сказать, дружеская. И что каждый может тренеру пообщаться с ним. Нет такого, что боишься, когда тренер проходит, там по струнке стоишь. Нет, конечно. Вот. Это хорошо. Мне нравится, когда вот такая атмосфера. Вот. Поэтому я думаю, когда ребята уже чаще будут вызываться, когда там сыграют игры и поймут всю атмосферу команды. И тогда уже, конечно, будут отвечать. Мало зенитовцев в сборной. Почему? Мало, но главный тренер сказал, те, кто играют. Не будет в ситуации, да? Да, да, да. Те, кто играют и будут вызываться. Я думаю, все понимают, что в Зените качественные футболисты русские все равно. Но сейчас такой момент у нас в клубе, что русские реально мало играют. Вот. И вот у тренера такая позиция, кто играет, вот и должен вызываться. Не без разницы, где ты играешь. В Нижнем Новгороде, либо в Зените. Как на это реагируют русские ребята зенита? Что они мало играют и что они не вызываются? Ну, тяжело, конечно, безусловно. И я в таких ситуациях бывал. Ну, нужно перебарывать. У нас такая ситуация сложилась в Зените. Да, у нас бразильцы, и на них ставка делается. Но ждать шанс. Банальные слова какие-то, но если предоставлять шанс, надо максимально за него цепляться и использовать. Ну, если ты играешь в Зените, ты борешься за чемпионство. У тебя соперники, соперничество такое с игроками. Безусловно, ну, ничего не остается. Это мой выбор. Как вы реагируете, Андрей, на то, что в Зените сможет смениться главный тренер? Вот Александр Мостовой высказался, что если позовут в Зенит, он пойдет. Ну, я думаю, вряд ли Александр Мостовой сейчас позовут в Зенит. Вот, хоть это мой однофамилец. Да нет, ну, это невозможно. Тем более, Александр Мостовой сейчас, я думаю, без шансов. Была обратная замена в этом матче с крыльями. Уже успели как-то все это в голове проработать? Может быть, с Симаком обсудили уже? Сейчас как-то все хорошо, уже все отлично? Ну, да, нормально. По-моему, дело, там эмоции какие-то были и у меня, и главный тренер, может, обсудили, конечно. Это, думаю, за один день все решилось. Вот, поговорили. Но, я думаю, потом уже было видно, что я выходил, играл. Вот, и все, конфликта не было больше. Андрей, в продолжение этой же темы. К сожалению, такая неприятная ситуация, как обратная замена. У тебя была и в предыдущем созависборная, и сейчас в Зените. Возможно, у тебя было общение с Валерием Георгиевичем. Поэтому, поп, не меняйте меня обратно, если я выйду. Ну, что такое-то? Да нет, у меня уже иммунитет, мне кажется, к этому выработался. Ты серьезно? Да нет, шучу, конечно, но это, безусловно, очень неприятно, когда тебя обратно меняют. Вот, ну, с чем? Ну, тренер так решил, по-другому, это неприятно. Вот, и также это эмоции вызвало, такие неприятные. Но главное, что это все решили, конфликт быстро у нас потух, так сказать. И поэтому сейчас уже все нормально, и хорошая атмосфера. А касательно иммунитета, о котором ты говоришь, он все-таки должен быть или у здорового спортсмена не должно быть на такие ситуации? Я считаю, не должно быть, ну, ты, может быть, должен проявить уважение, не показывать это на камеры, просто наснимают все. Но, конечно, внутри тебя не должно быть что-то отдать, ничего страшного. Нет, это ты профессиональный футболист, ты амбициозный спортсмен, и если ты к этому относишься, типа, ну, ничего страшного, меняет, меняет, это неправильно. Там уже новый тренер, пришел Виталий Тайлович. Последний, последний, по ситуации с русскими игроками в «Зените», мы помним, что недороком прошлом там была группа таких масадотов, как Аршавин, Киржаков, которые реально могли прийти к руководству и сказать, нас там это не устраивает. Сейчас игроки «Зенита» так могут сделать? Я думаю, да, с этим я тоже думаю, есть проблемы, потому что я реально, когда это, я это уже тоже анализировал, эту ситуацию, я думаю, когда там Манюков, Радимов, Аршавин, Киржаков, Денисов, ну, опять же, Денисов вот пошел, вот, и ушел из «Зенита», я думаю, там, наверное, такой ситуации вряд ли бы, наверное, сложилось бы, вот, ну, тоже, опять же, другое время было, футболисты другие были, но я думаю, в нынешнем «Зените» сейчас такое нет, невозможно, чтобы пошли в руководство. Давайте сборную закончим. Были в Кыргызстане, видели, как вас встречали болельщики, я думаю, что примерно то же самое нас ожидает сейчас, вот, с каким отношением ждете, вот, именно встречи с болельщиков, может быть, уже разрывают Инстаграм, как Литвинов, он сказал, что все просят футболку. Ну, когда первый раз вызывался, да, может быть, тоже там, мне все просили, друзья, а по поводу Таджикистана, конечно, очень приятно было в Кыргызстане, что нас так встретили, и очень много болельщиков разных клубов, вот, и «Зенита» тоже приятно было, ну, если там любят, следят за российским футболом, конечно, это хорошо. Андрей, если тоже заканчивать этой сборной, перед Кыргызией было видео на РФС-ТВ, как вы с Кыргызстан боретесь против крыльев за знания Кыргызстана, довольно забавное вышло видео. В этот раз, может быть, тоже получится? А, не знаю, это вот надо спросить, какие там будут квизы у нас, вот, так что без проблем сделаем. Кыргызия его только нету, на экране, с этой ребят тоже их нету.